Ну что, дорогие друзья, Анна Ковалева пришла к нам. Ань, давай с тобой поговорим немножечко об Италии. Мы смотрим немножечко со стороны, с одной стороны, на всю эту историю, потому что Анна находится сейчас не в Италии, она находится в Москве, но все равно, может быть, это даже сейчас более интересно, посмотреть на те возможности, которые открываются у людей, которые съездить в Италию не могут, а могут как-то начать какие-то контакты, какое-то общение прямо сейчас. Ань, скажи, пожалуйста, вот как ты сейчас со стороны, общаясь с партнерами, с клиентами, видишь состояние рынка недвижимости Италии? Они замерли, они что-то делают или они не делают ничего? Ну, конечно, рынок замер. Собственно, продавцы, они люди, принимают решение о приостановке вообще, собственно, продаж, снимают с продаж свои объекты. На самом деле это, понятный человеческий фактор, и учитывая вообще спокойствие Италии как таковой, имеется в виду такое ментальное, то рынок недвижимости вообще отошел на второй план для людей. Конечно, скажем, это мы риэлторы, да, жаждем работы, какой-то движухи, вот, но реально, конечно, рынок стоит. И продавцы менее всего сейчас готовы говорить, ну, скажем, да, какой-то диалог вести, ну, в формате текущей ситуации, да, потому что, поясню, ряд обращений поступает такого характера, ну, спекулятивного, что ли, да, то есть пандемия, мы хотим, там, полцены и большую скидку, вот это пока, ну, то есть диалог не может быть продолжен. Они не готовы говорить о цене в принципе, или они не готовы говорить о серьезном снижении? То есть если я приду и скажу, ребят, все, интерес есть, давайте делать какие-то первые шаги. Меня встретят с распростертыми объятиями, или скажут, подожди, вот сейчас в магазин выйду, вернусь, через неделю поговорим. Ну, откровенно говоря, диалог есть, да, он активный. Значит, в нашей компании мои партнерские офисы располагаются во всей Италии, да, и я со всеми на полном контакте. Действительно, люди уходят сейчас, ну, в режиме самоизоляции, на самом деле темп работы, ну, естественно, понижен, да, но при обращении покупателей все оживляются, да, на самом деле. Конечно, нет вот именно той рекламной кампании, которая позволила бы нам отдать какие-то хорошие цены, да, предложения, чем-то заинтересовать покупателя, да, вот именно в этом формате работа активно не ведется, да, потому что откровенно официально продавцы цену не снижают. Но диалог, конечно, ведется, и на самом деле это очень позитивный момент, да, потому что мы видим, что мы в тонусе, да, продавцы наши тоже на полной связи, да, но именно та самая отдаленная перспектива просмотра, да, скажем, да, любые прогнозы, которые сейчас мы слышим, это все, там, скажем, конец лета, да, в лучшем случае. Поэтому вот это время благодатное для как раз-таки изучения объектов, да, диалога по ним более глубокого. И, собственно, люди, когда обращаются вот сейчас, да, они на самом деле получают максимум внимания, да, и сработа, конечно, ведется на дистанции, да, и подбираются объекты. Видео мы снять не можем, потому что, ну, да, изоляция. Только на уровне того, что имеем сейчас. Собственно, но вот именно если брать сам рынок, да, он сейчас абсолютно застыл, да, вот никаких там, грубо говоря, новостей таких, скажем так, вот, там, лучезарная Греция, да, может дать Италия, нет. Она спокойна, она пересиживает. Да, соглашусь с тобой, потому что, ну, вот мы же отслеживаем там сотни различных источников информации, и как раз из Италии-то, ну, все новости, они приходят такого абстрактного уровня. Они просто, вот, где-то кто-то что-то купил, вот, какие-то анализ цен какой-то пришел, там, да, что-то в разных странах. Но вот в Италии искал, честно скажу, даже ничего глобального не нашел, кроме очередных историй про то, что вроде как они вышли там на плато, и ситуация стала немножко улучшаться. А что говорят твои партнеры, ну, продавцы? Они, вот, все-таки, ты с ними общаешься, они говорят, мы готовы работать, давайте рассматривать какие-то предложения, или все-таки, они говорят, вот, ну, давайте обсудим, давайте, или давайте посмотрим, что будет дальше. Вот, как, и если мы сравним, например, вы же еще, например, с Испанией работаете, вот, получается, что итальянцы даже более замкнулись, чем испанцы, потому что мы с испанскими компаниями общались, не скажу, что там уж совсем по нулям. Совершенно верно. На самом деле, италья отличается, да, и, в общем-то, сейчас мало кто готов давать какие-то прогнозы, анализы, да, потому что, действительно, вот, мое ощущение, да, после общения с партнерами, то есть я для них как такой свежий ветер такой принесся, да, позвонил, вопросы позадавал, там, соответственно, так дренировал немножко, да, потому что реально сейчас все ушли, вот, так сказать, в этот режим полноценно, да, и немножко от работы отошли, и заявок-то мало, да, по-хорошему. Они есть, и они радуют. Они есть, да, да. Да, ну, а вот моя одна из как раз таких вот функций, да, это позвонить и внести некий позитив, дать какие-то идеи для развития, потому что все-таки, учитывая, да, и ментальность итальянцев, которые, ну, не спешат, да, и, ну, как бы не будет распродажа подарков, вот, соответственно, у них сейчас к тому же подписан на Италии договор МЕС, да, с Европой, да, соответственно, вернее, на подписании находится, то есть Италия получит финансирование определенное для стабильности, и компании финансируются, и, кстати, учитывая ЧП, финансируются, в общем-то, и юрлица, да, и физические лица как-то поддерживаются в Италии. И учитывать, что еще нужно, что сами итальянцы – это люди довольно зажиточные, да, и когда, скажем, на продажу поступает, там, объект вилла, там, квартира, это может быть третье-пятое, да, объекты, еще там наследство определенное, то есть итальянцы не ощущают вот сейчас какой-то вот паники, наоборот, они вошли в режим такой вот стагнации, да, рынка, он никак вообще, даже вот мои коллеги, они говорят, они вот третьего числа снимут у нас карантин, да, будет какая-то вторая фаза, да, более мягкая, возможно, и мы тогда обзвоним наших, там, коллег, обзвоним застройщиков, обзвоним банки, потому что хочется, вот видите, в Италии некий такой, знаете, как вот ответ на, ну, во-первых, в Италии есть свой кризис, да, на протяжении уже четвертого года продолжается, к нему все привыкли, экономический итальянский кризис, вот, соответственно, наложением тут пришла пандемия, да, вот это, нужно понимать, что, конечно, реакция рынка будет, да, но вот в данный момент, на текущую ситуацию, да, мои коллеги, они на самом деле по домам с детьми и мало кого могу вывести на диалог, вот такой откровенный, да. Ну, например, смотри, ты сказала очень важную фразу, давай просто на ней остановимся, что договорились, ну, я, может быть, сейчас с точностью до слова не процитирую, что договорились не будет подарком, да, то есть вот итальянский рынок, он действительно гораздо более инертный, чем практически все рынки южных европейских стран. Абсолютно, абсолютно. Было, в Греции было вот такое падение, потом рост, в Португалии, в Испании, на Кипре, в Италии нет. Означает ли это, что даже, ну, вот, когда небо разъяснится и самолеты в этом небе начнут летать, ты не ждешь каких-то драматических изменений в ценах, например, по крайней мере? Вот, честно, все правильно сказал, Филипп, да, я здесь тоже не жду некой драматургии здесь, да, на самом деле думала о прогнозе, да, вот как вот рынок среагирует, на самом деле не будет резких падений, будет так же все плавно, без каких-то горячих предложений, кричащих объявлений, да. Сейчас продавцы, вот, например, да, они в глухой обороне, то есть даже если мы звоним, это мы будем интересны наши покупатели. Сами они не стремятся, там, вот, скажем, раньше, да, был период, когда, там, Анна, вы не могли бы снизить цену, там, да, можете поставить там наше предложение в спец, потому что мы хотим, там, да, продать. Сейчас, вот, честно говоря, по Италии абсолютно тишина. Испанцы показывают более такую, да, живую динамику. Вот, но в целом, на самом деле, да, я не жду. Максимум это будет, возможно, возможно, максимум 20% падений в течение трех лет. Причем так плавно, плавно, плавно. Еще нужно понимать, что ведь итальянский рынок за последние годы стал более гибким, да. Все же знают, какие цены в Италии, да, на объекты недвижимости. Сейчас кризис мировой, да, в туристической сфере, соответственно, это все почувствуют, все страны, да, учитывая, что, например, наша компания, мы занимаемся, ну, той частью Италии, которая называется курортной, да, это озера Ломбарди, то, что там моря, Адриатика, там, Лигурия, Тоскана. То есть это все то, что имеет вид на море и близость к морю. И, собственно, эти зоны, они все завязаны туризме, да. Соответственно, как только вот туристическая сфера, она как-то более-менее восстановится, да, вот. Но скачков не будет, потому что, да, и в то же время нужно понимать, что итальянский рынок гибкий, и при, вот, на самом деле, серьезности покупателя, да, и там еще говоря, и до пандемии, и там, и во время, конечно, нет, после нее мы добивались всегда отличных условий для нас покупателя. Но говорить в массе, да, что там сейчас застройщики объявят распродажу, там, снизится цена. Застройщики, на самом деле, последние, кто будут снижать цену, это будет примерно через год в лучшем случае, да, на 5-10%. Поэтому вот, на самом деле, Италия, возможно, это, кстати, большой плюс, да, вот та самая стабильность, да, учитывая, как мы видим сейчас, все наблюдают во всем мире, там, как лихорадить фондовые рынки, да, вот, собственно, нам бы на плане спокойно, да, спокойно и назежно. Ну, если бы ты, Аня, купила бы несколько недель назад бумажку на покупку нефти, а вчера бы пыталась ее отрабатывать, то вот, заверишь фондовые рынки нефть, вот оно что, как, главное, это наша... Ну да, особенно игра. Пожалуйста, ну, а тогда давай с исторической точки зрения посмотрим. Ты говоришь, ну, торговаться, говорят, можно практически везде и всегда, там, с немцами, на одном полюсе, говорят, немцы, с ними, там, торговаться, слифины, с ними торговаться, ну, тяжело или почти безнадежно, на противоположной трибуне сидят, там, допустим, турки, или, например, рынок недвижимости, ну, там, в Таиланд, где всегда можно что-то поговорить. Италия какое место занимает вот в этом вот ряду, это же не трибуна, а ряд, да, вот на одной стороне, там, Турция, на другой стороне, допустим, Германия, а вот Италия, она где, по твоим ощущениям? Ну, мы ощущаем Италию в самой серединке, да, то есть, конечно, мы все чувствуем и понимаем, да, вот близость, ментальность итальянцев к русским, да, и вот, собственно, способ покупки объекта, да, он на самом деле довольно понятен, нет жестких... А, еще нужно понимать, что у объекта есть история, да, то есть история продажи, время продажи. И бывает, например, упертый итальянца, который не дает скидку, объясняется только тем, что он уже за последние, там, два года прилично снизил цену, да, но действительно, сами по себе итальянцы, они гибкие, можно договариваться, всегда с большой любовью относятся к нашим русским покупателям, да, и только единственное, что, возможно, вот немного раздражает, это то, что наши покупатели не всегда готовы сразу адаптировать вот ту историческую, да, систему покупки, да, архаичную в Италии, когда мы не на словах торгуемся, да, нужно приехать, влюбиться в объект, посмотреть его, сделать письменное предложение, да, продавцу, озвучить свою, собственно, удобную цену, да, итальянцу подумать. То есть вот тут нет такого, знаете, набега. Вот пришел, убедил-победил, да, необходимо потратить и показать итальянцу, что действительно, там, его вилла, его виноградник, его отель безумно вам нравятся, и, соответственно, вы готовы, если диалог серьезный, да, не вот так вот бегать по разным объектам и сравнивать. Поэтому итальянцы, да, они в этом плане более гибкие, и с ним можно договариваться, это очень приятно, потому что мы можем в этом плане удовлетворить и пожелания наших покупателей, да, и, собственно, не обидеть продавцу. А как ведут себя покупатели? Ну, вот, опять же, твоя коллега и тезка, Наталья Ковалева, она сказала, что люди, ну, там, что появился определенный пласт людей, которые, ну, готовы покупать в Греции, но от входа просят, ну, 50%, будем говорить. Так, а ты сейчас видишь, что-то покупают, и когда вообще, когда у тебя последние сделки заканчивались, ну, до кризиса, когда удавалось что-то еще сделать, и как люди сейчас ведут себя, они спешат, или итальянский покупатель, он тоже такой человек более размеренный и готовый подождать немножечко. Да, Фила, я приняла вопрос. Ну, действительно, на самом деле, я бы говорила, два типа покупателей, да, в Италии. Те, которые приходят с целью инвестировать для получения дохода, да, но в этом случае они и Италию, и Испанию, и разные другие страны смотрят, да, соответственно, и люди, которые покупают дом своей мечты, да, или, скажем, дом виноградник, да, как некая мечта, реализация, да, самореализация своя. Тут уже на самом деле люди тоже, они когда запрашивают объект, да, конечно, всем покупателям, любому, это чрезвычайный фактор, да, хочется купить объект с хорошим дисконтом. И люди, заходящие вот так вот, да, с ноги открывая дверь, хочу полцены, это, скорее всего, ну, скажем так, как дальше вот этого жеста, да, чаще всего люди не проходят, да, то есть они ищут возможности, наводят, так сказать, в Италии определенный там, да, такой, можно сказать, активный бардак, да, вот, а потом люди как-то пропадают. Серьезно, покупатель итальянский, он приходит, он стабильно работает, он готов ждать, он понимает ситуацию, да, мы, то есть одно дело изоляция, да, но информативная изоляция как таковая у нас не открыт, да, и по большей части из Италии нет новостей в последнее время, это правда, да, даже мне вот выжимать новости приходилось у своих коллег, вот, соответственно, ну, а сам по себе, конечно, Италия здесь дарит возможность для людей серьезных, да, и вот... Скажи, пожалуйста, а вот, ну, хорошо, ты пообщалась сейчас с нескольким десятком своих партнеров, да, вот никто из них ничего, как бы, все действительно, все-все-все-все-все одинаково, так вот, я в домике, и не беспокойте меня, давай чуть позже поговорим, ну, что все, ну, или, может, кто-то что-то сказал, а вот смотри, давай вот такой есть вариант, дешевле, да или неважно дешевле, вот сейчас появилась интересная история, человек 20 лет не продавал, теперь продает, там, в особняк 18 века. Вот, кстати, в отличие от Испании, которая более инициативна в этом плане, Италия, на самом деле, вообще безинициативна, да, то есть, скажем, если у меня поступает запрос, да, покупателя, который интересуется, да, и тоже спрашивает меня, Ань, когда вот лучше там, да, начать? Сейчас, конечно, начать лучше, и обращаться именно сейчас, когда и у нас есть большое количество времени уделить, да, каждому индивидуально покупателю. Соответственно, правда, правда, никакой инициативы нет. Люди действительно в таком состоянии сейчас, ну, как бы там разные были этапы, да, первая там была реакция, что все думают, ой, да ничего страшного, а потом всем стало страшно, да, сейчас там по домам с детьми, на самом деле многие кайфуют от того вот этого процесса, да, то, что происходит, и многие уже устали, и хочется работать, и плюс еще вот такой момент, я вот, отличие большое от Испании, если я, говоря с коллегами, они там у меня уже, так сказать, придумывают схемы бронирования онлайн с отложенным там, да, просмотром объектов у застройщиков в Барселоне, да, то с Италией абсолютно вот все, вот знаете, как вот в болоте практически, вот на данный момент, да, опять-таки мы все на связи, да, то есть мы не спим, мы, вот я там тоже порой, так сказать, озвучивая своим партнерам свои идеи, как же можно было бы немножечко оживить рынок, да, сделать его более интересным, какие-то, возможно, какую-то бюрократию хоть немножечко сдвинуть, учитывая, что мир ушел в онлайн, да, сейчас, и многие возможности, вернее, многие там ранее невозможные вещи стали вдруг понятны, да, например, разрешение там на строительство можно получить в Италии, да, а чуть быстрее, не выходя из дома, да, и есть уже для этого претенденты, то есть, возможно, я думала, давайте мы проговорим там вот эти нюансы по, ну, скажем, чтобы процесс покупки был комфортный, да, чтобы наши русские покупатели могли рассчитывать на кредитование в итальянском банке, ведь почему Испания, да, вот так вот показывает такой результат, потрясающий, да, с финансированием банков. Итальянские банки по-прежнему в этом плане абсолютно закрыты, да, для русских. Я надеюсь, что моя работа такая пропагандистская, такая вот она взрывная, она каким-то образом сдвинет немножечко вот, да, моих партнеров, даст им просто время, ну, даст им какие-то идеи на подумать, а вдруг вот действительно возможно, да, а я не знала, что можно было так, да, вот. Соответственно, я очень жду после 3 мая, да, у меня появятся какие-то более свежие новости, какие-то, даже думаю, может быть, рано я выступаю, потому что я хотелось бы, конечно, нашим покупателям воодушевить их, да, какими-то свежими интересными новостями дать какой-то четкий более-менее прогноз, но мне кажется, вот после ваших вебинаров уже большая часть аудитории на самом деле вот так уже вот такое пришло осознание, да, что тенденция на самом деле по странам, она более-менее общая, да, только реакция на, так сказать, на данный стресс, среди пандемии, она может быть отличаться, да, в силу ментальности. Ну, опять же, смотри, вот, Аня, я просто скажу, и да, и нет. Дело все в том, что есть все-таки еще такая штука, как спрос. Вот, например, в Болгарии последние там месяцы мы видим, стали интересоваться активнее. Я понимаю, действительно там, ну, по разным оценкам, там где-то на 50% рухнуло число реальных запросов, где-то даже больше в какое-то время на 70%, но Болгария, люди активно, ну, как-то они в жизни, они понимают, что вот сейчас время что-то делать, потому что им надо что-то делать. Если мы говорим, не знаю, о Германии, там позиция немножко другая. Там, наоборот, конкретики стало больше, а запросов действительно стало меньше, хотя интерес к возможности быстро вывести деньги, он в немецкий рынок, в пользу немецкого рынка еще сработает. А Италия, вот я, собственно, как раз и пытаюсь, мы сейчас там идти вот к тому единому плане, ну, дурацкое сравнение, но вспомнить можно только ни рыба, ни мясо. То есть ты хочешь сказать, что вот ждать от Италии чего-то, но даже после 3 мая не ждем от Италии резких колебаний. Я давай еще раз подчеркнем, это главное, потому что это на самом деле главное в нашем с тобой общении. Они не будут сильно снижать цены. Не будут. Они, им не так нужны, ну, забирайте, отдавайте мне мой товар, не нужны мне ваши деньги. То есть это такая волгарная шутка. Если, может быть, я прав. Так получается? Да, ты совершенно прав. Да, абсолютно. Причем я вот вижу возможную активность, да, ведь нужно понимать, что сейчас такая грязная ситуация, да, в туристической сфере, и все, что связано с отелями, да, с апарт-отелями, хозяева, возможно, не выдержат определенного вот этого давления, да, экономического кризиса. И на аукционах в Италии появятся интересные, да, вот эти вот как раз те самые нужные нашим покупателям дисконты, да, это конфискат, да, собственно, который подается через суд. Мы занимаемся, непосредственно, я, с аукционами суда Милана, да, где, так сказать, предлагаются объекты за долги. Да, но опять-таки это не будет все кричаще. Это будет опять в режиме даже вот больше моей инициативы, да, люди обращаются, скажем, с ограниченным бюджетом. У меня всегда есть, что предложить. Даже если Италия, естественно, для всех она очень довольно дорогая, да, сравнима с другими странами, но у нашей компании, учитывая, что мы сами по себе очень активны, мы охватываем, да, определенные зоны Италии, да, довольно интересные. Это Рим, это Милан, это все озера Лигури-Тоскана, да, соответственно, самые популярные. Рим-Милан – очень интересные зоны. Такая фраза, мы охватываем интересные зоны. Это Рим-Милан, ну, прекрасно, так сказать, да. Да, ну, собственно, как же еще? Конечно, Рим-Милан у Италии не заканчивается. На самом деле и в Риме-Милане будет особенная история развития, да, реакции на вот этот экономический кризис в связи с пандемией организованной. Но, опять-таки, скорее всего, будут эмоциональные продажи. Никто от них не застрахован. Я тоже хотела бы предложить и порадовать покупателя тем, что, ну, вот, знаете, как бывает, человеческий фактор, да, когда, ну, не выдержала там семья, да, когда вот продажа действительно, она необходима. И в этом случае работать с агентством нужно плотно, начать уже сейчас, потому что предложения, они вот так вот, понимаете, они возникают, да, и если у меня есть в работе люди, которые интересуются данным сегментом, я всегда смогу предложить ему интересные объекты. И тут, если есть серьезная мотивация к покупке недвижимости, не нужно ждать, когда там кто-нибудь объявит по какому-то каналу там, да, или, скажем, в вашем вебинаре, что вот в Италии там какая-то пошла движуха в отношении стяжения цен, да. Нужно работать уже сейчас и смотреть рынок, изучать его, понимать его, да, и при вот таких вот предложениях, когда они возникают, уже реагировать, ну, скажем, не по-итальянски, да, по-русски, по-московски, вот более вот так вот активно. Вот, собственно. Ты упомянула слово конфискат, я прошу прощения вообще не на тему нашего вебинара, почему-то захотелось всем рассказать анекдот. Прощение, он не имеет вообще никакого отношения к нашей тематике. Там анекдот очень простой. Новости культуры. Сегодня в Большом зале филармонии состоится распродажа таможенного конфиската. Да, вот, собственно, ну, такой анекдот, такая шутка. Новости культуры. На самом деле все, забыли, прошу прощения за легкую фривольность. Не пролезли. Да, дорогие друзья, я хочу вот еще просто что сказать, вот уже подводя некий итог и обращая внимание на те вопросы, вот подводя некий итог тому, что мы сегодня сказали. Вот смотрите, по большому счету, мы же отвечали, все эксперты отвечали примерно на один и тот же блок вопросов, можно ли ждать вот этих эмоциональных продаж, да, допустим, на вторичном рынке. Как будут вести себя застройщики? Ну, застройщики, понятно, это в любом случае группа такая более инертная, да, это люди изначально с большими возможностями. Если они начали вдруг массово продавать, значит, ребят, в консерватории что-то не так, да. Но, вот посмотрите, мы общались сначала с нашим коллегой из Финляндии, и он сказал, что Хельсинки будет относительно стабилен, большой город, где сосредоточено 40% экономики Финляндии, ждать снижения цен, по-моему, цифра называлась около 20% в других регионах, но особенно в тех регионах, которые близко к границе, более логично. Говорили о Таиланде, то же самое. На вторичном рынке как раз появятся предложения более явно, чем на первичке. Потом перенеслись в Болгарию, ну, Людмила Шабанина как раз рассказала наиболее явно, что сейчас вот в ее понимании рынок продавца, а не покупателя. Ой, рынок, про себя, рынок покупателя, а не продавца. Рынок покупателя, а не продавца. Ну, Креция и так, и так, но все равно там не так сильен первичный рынок сейчас в принципе, потому что, ну, годы с 2008 по 2018 дали знать себя. И вот мы приходим к тому же примерно выводу по Италии, к выводу максимально близкому на самом деле, как ни странно, к финскому, да, то есть хладнокровные финны и горящие итальянцы. Сейчас рынок не продавца и не покупателя. Получается, что он будет такой на частных сделках, понятное дело, история может каким-то образом срабатывать, но по большому счету ждем, когда итальянцы похватятся сами, но даже после этого быстро запрягать они не будут. Абсолютно верно. Вот ты прям почувствовал вот это вот мой посыл и настроение, да, которое я пыталась передать. Собственно, все правильно. Конечно, говоря о рынке недвижимости, там, первичном рынке недвижимости, да, все знают, что в Италии она не изобилует новостройками, да, это не Испания. Тут говорить, как бы, ну, во-первых, итальянцы любят свою землю, там, получить разрешение, да, и построить там комплекс, как скажем, там, в Турции или там в Испании порой очень трудно, да, соответственно, и это здесь рынок не предлагают, причем даже и в Риме, и в Милане довольно мало новостроек, да, и работа вот с первичным рынком, она не такая живая, как нам бы хотелось. Плюс ценник, конечно же, тоже кусается от 7 тысяч евро за метр, от 7, да, там, вообще-то, от 10 в Риме. Более живой рынок, конечно, вторичный, да, соответственно, и тут он даст определенную, как бы, такой ответ общей ситуации, и мы только это не в массе ждем, да, потому что, понимаете, как, например, спроси риэлтора в Москве, да, вот там, на Тверской, на Маяковке, да, когда ценник вот упадет, да, когда можно ждать, там, например, полцены, да, никогда. Да, 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 вот, собственно, то же самое время и в Милане, центральные площади, центральные улицы, отличные районы. Это нужно провести большую работу, да, для покупателя, чтобы найти, поймать вот тот нужный ему объект и нужную цену. Что касается новостроек, действительно, компании, скорее всего, будут последними, да, они еще трансируются государством, есть помощь, да, от правительства Италии. То есть это тот сегмент, который вообще не будет здесь динамичен, да, в игре с ценой. И единственное, что, вот хочу еще раз прочувствовать, да, что в Италии для итальянца, да, главный диалог, они еще, ну, они настолько, можно сказать, как испанцы, да, они вот готовы вот так открыто, да, и так темпераментно, в общем-то, играть с ценами, да, и они все еще, не все еще, вернее, они, собственно, именно по-итальянски безумно любят, да, то, что они продают. Это в основном семейные дома, да, это квартиры, которые там, не, это не спекулятивный рынок, да, это не Дубай, где можно, да, перепродавать на этапах контракта. То есть тут такая любовь к своей земле, к своей культуре, да, и люди, когда приходят, собственно, влюбленные в Италию, да, они получают на самом деле массу бонусов. Но подход, вот такой бизнес, да, ты мне дай хорошую стоимость, да, с хорошим дисконтом, да, я лучше дай мне три варианта или пять, я подумаю, сравню с Испанией там и так далее. Вот на самом деле Италия здесь не конкурент, да, даже почему наша компания открыла, помимо Италии, направление еще в Испании, да, в долгое время, соответственно, ну, то есть это уже большое количество времени мы работаем по Испании, и я на самом деле вижу и о покупателе на Испанию приходящих, и на Италию. И мне люди, когда, например, приходят на Италию, они понимают, цены кусаются, так сказать, как бы не хотелось, как мы не любим эту страну, да, но Испания предлагает и кредиты, и новостройки, и, собственно, море-то, в общем-то, тоже оно есть, а в Италию можно приехать. То есть я на самом деле вот смотрю на ситуацию независимой, да, восхищаюсь на самом деле итальянской ментальностью тем, что, возможно, вот в этом их и прелесть, да, что они не поддаются на определенные, такие, вы знаете, вот не работают рыночные механизмы, ну, в общем формате. И как бы нам не хотелось, да, чтобы Италия была более динамичной, реагировала, возможно, это и плюс, да, вот такая стабильность и моментальная, да, и стабильность, собственно, рынка. Это надежность инвестиций. То есть люди, покупая объект, они понимают, что он в два раза там через год, через два не упадет. И это прекрасно. Ну, и очень важно понимать сравнение, да, когда вот сейчас нас послушают, там, потенциальные покупатели, да, они, ну, плюс и минус, они же очевидны, да, в итоге, когда ты углубляешься в тему. Но то, что я, например, по своей работе вижу, когда человек влюблен в Италию, и он ее знает, он ее объехал всю, да, вот его не заманишь испанскими новостройками, там, или греческими, да, он сам наш клиент, он наш покупатель, он дождется своей цены, мы добьемся для него лучших условий, да, и он будет действительно, ну, собственно, реализовать свою мечту. Так, дорогие друзья, Анна Ковалева, директор компании Red Phoenix, наш эксперт по Италии, компания работает с многими странами, но вот с Анной мы сейчас говорили именно об Италии, пожалуйста, в чате опубликуйте контакты с компанией Red Phoenix, если есть вопросы, пожалуйста, Анне задавайте, ну, Ань, тогда давай какое-то заключительное слово, и потом уже я буду подводить итоги одного часа и на данный момент, до двух часов сорока минут, которые мы уже здесь все общаемся. Пожалуйста. Филипп, мне было очень приятно, да, пообщаться, мне приятно, что в моем лице, да, в общем-то, я сегодня говорила обо всей Италии, никого не хотела ни в коем случае обидеть, хотела дать понять, да, что Италия любит, соответственно, наших клиентов российских, да, и ждет, и мы как некая, вот, да, готовы любую поддержку оказать нашим покупателям, полностью проинформировать, добиться для них интересных условий, но ни в коем случае не спекулируя, не доверим наших продавцов, да, не доверим наших покупателей. Я очень жду, чтобы наконец-то все это закончится, этот карантин, что мои коллеги в Италии оживут, да, и снова покажут свой безумный темперамент, и в работе в том числе, вот, и очень ждем наших покупателей и новых заявок интересных. Итак, дорогие друзья, Анна Ковалева, компания RedFenix, Аня, спасибо большое, дорогие друзья. Спасибо вам. В завершении несколько слов буквально. Первое, прошу прощения, что у нас, видите, произошел такой срыв, ей-богу, не по нашей вине, с нашими коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов. Мы обязательно постараемся подключить их, говорю, постараемся, потому что вроде и сейчас сделали практически все возможное, но обязательно надо пообщаться, тем более, что и тема есть очень-очень интересная. В общем, будем надеяться, что мы сможем все организовать уже в следующий вторник на следующем вебинаре-марафоне. В среду, в четверг и на следующей неделе, понедельник, вторник, среда, до конца апреля на портале Preon.ru еще пять вебинаров. Завтра начнем публиковать отчеты о этом вебинаре и материалы у всех остальных, то есть будет и видео, будет и тексты. Мне на самом деле сегодня безумно понравилось вот что. Как мне кажется, мы увидели вот то, что меня всегда в зарубежной недвижимости даже профессионально интересовало. Вот есть этот национальный колорит. И вот сейчас, на мой взгляд, он проявляется в полной мере. И вот разговор с Анной, на самом деле, мне кажется, подвел очень правильную такую черту, что ожидание скидок, ожидание неких бонусов, поведение продавцов – это тоже суть продолжения национального колорита. И одно дело рынки с большой историей. Вот рынок Италии, где люди душой прикипели. Тут даже дело не в том, что они сейчас, продавцы, каким-то образом зажались. Гораздо более интересной, мне кажется, та мысль, что люди продают свое. И мы не успели, Александр, этот вопрос обсудить. Обсудим, наверное, в следующий раз. Вот эта удаленная сделка, когда я не вижу покупателей, не вижу человека, который влюбится в мой объект, может быть, не так интересно. С одной стороны, скажете, ерунда, и там деньги не пахнут. Ничего подобного. В случае, когда продаешь там свою недвижимость, я предполагаю, эта история очень и очень может играть серьезную роль. Именно поэтому сейчас об Италии мы говорим несколько специфически. То есть там нет вот этой динамики, отчасти потому, что сами итальянцы к ней не готовы. Финский рынок, о котором мы говорили вначале, еще раз давайте пробежимся, он, ну, рынок Хельсинки отдельно, рынок всех остальных регионов тоже отдельно. Столица более стабильна, главный вывод. Вот окраины менее, и там, соответственно, можно искать какие-то дополнительные варианты. О Таиланде появились первая, вторичка. То есть появились интересные варианты на вторичном рынке. Сами продавцы чувствуют себя гораздо более стабильно. Болгария. Вот здесь как раз история наиболее динамичная. Просто потому, кстати, тоже вполне логичный вывод, мы видим, что в Болгарии огромное количество новых собственников. Огромное количество новых в итальянском смысле этого слова. То есть в Италии одна семья может владеть домом 10, 30, 100, 200, 300 лет. Вот основные продавцы в Болгарии, это те, кто еще не успели, многие из них не успели настолько-настолько свыкнуться с этим жильем, видимо, поэтому готовы, в частности, продавать. Это не единственная причина, но это тот аргумент, который надо всегда учитывать, и который важен именно в текущей ситуации. Ну что, что знал-сказал, как говорится в знаменитом фильме. Друзья, спасибо вам большое за внимание. Всем здоровья. Электронную почту мою видели. Есть какие-то замечания, идеи, предложения. Березин при Анру, ну или в просторещии Филипп Березин, портал при Анру, недвижимость за рубежом. Спасибо вам огромное. Спасибо всем, кто помогал организовать эту трансляцию. И спасибо нашим экспертам.